Для меня быть здесь, это как будто вернуться домой. Потому что двадцать лет назад я впервые приехал в Читу. Это было началом совершенно новой части моей жизни. И хотя прошло десять лет с тех пор, как я был здесь последний раз, я никогда не забывал вас. И так чудесно вернуться. И слышать ваши свидетельства. И встретиться с людьми, которых я знаю так много лет. Но, вы знаете, я вообще 81 лет. Мне 81 год. И изумительно то, что я становлюсь моложе. Я думаю, что это связано со всеми переездами. Из-за всех моих полетов из и в Сибирь. Я помню, я был в Магадане. И интересно в Магадане то, это уже не в Сибири, это на Дальнем Востоке. И когда я улетал из Магадана и прилетал в Москву, я приземлялся в Москве за десять минут до времени вылета из Магадана. Потому что рейс вылетал из Магадана в семь утра. И он прилетал в 6.50 в Москву за десять минут до вылета из Магадана. И я возвращался в Англию в тот же самый день. И я обнаружил, что из-за всех этих перелетов я возвращался назад, во времени. Так что я моложе сейчас, чем когда приезжал сюда десять лет назад. Ну и вы видите это. Конечно, добраться сюда из Англии занимает больше времени. Я уехал из дома в три часа дня в понедельник. И в среду в 8.30 я прилетел сюда. И я знаю, что многие люди смотрят эту программу через интернет. И я хочу сказать всем привет, кто видит нас через интернет. Это Чита. Это в Сибири. И это самый чудесный город во всей России. Потому что здесь начались все наши приключения. И я приезжал сюда так много раз. Я помню мой первый визит. И точно, что произошло тогда. И, конечно, я помню, как мы были на стадионе. И проповедовали на площади в центре. И так же и в церкви. Я помню, когда было приобретено здание. Я помню здание, которое было до этого. И я чувствую себя частью вас. Вы часть моей жизни. И те, кто смотрит нас через интернет. Для меня это очень эмоциональный момент, возможность вернуться сюда. Но вы знаете, время не стоит на месте. И хотя я провожу не так много времени в России сейчас. Я тружусь с русскоязычными людьми. Я очень много тружусь сейчас в Израиле. Но с русскоязычными людьми. С людьми, которые отсюда. Они сейчас живут в Израиле. И большинство моих сотрудников, это те, кто говорят по-русски. Я по-прежнему работаю в странах бывшего Советского Союза. В прошлом году я был в Польше. У нас было 80 тысяч человек на служении за два дня. И я буду вновь в Польше в этом году. В прошлом году мы были в Кракове. В этом году в городе Катовице. И в этом году ожидают на служениях от 100 до 150 тысяч человек. Мы проводим служения в Прибалтике. Это бывший Советский Союз. В Латвии. В Эстонии. В Литве. Были в Калининграде. Во всех этих местах. Польша. Это все часть бывшего Советского Блока. Так что моя работа по-прежнему продолжается с русскоязычными людьми. И чем старше я становлюсь, тем больше энергии у меня. И я хочу вдохновить вас. Я скажу вам, жизнь только начинается в 80. Это интересно, потому что я провел первые 40 лет моей жизни. И в 40 лет меня посадили в коммунистическую тюрьму. В 1972 году. И мне дали 5 лет за контрабанду Библии. И потом хотели добавить еще 5 лет за проповедь Евангелия. Но когда я вышел из тюрьмы, началась моя новая жизнь. Сейчас я работаю в Израиле. Это моя новая жизнь. И через 40 лет я вновь буду приезжать в Россию. Но интересно видеть то, что делает Бог. И для меня все началось здесь, в Чите. Вначале, в 1993 году. И потом Бог открыл мои глаза. И в 1994 году мы привезли 400 человек в Сибирь. Представляете себе? Я приехал не один, со мной было 400 человек. У нас не было много денег. Мы спали на полу в аэропорте в Москве, потому что не было денег на гостиницу. И когда мы приехали в Читу. Очень часто мы приезжали очень рано с утра. В домах, где мы ночевали, люди просто поднимались, освобождали постель, а мы ложились спать. В те дни и не было гостиниц, как таковых. Но я обнаруживаю, что даже Чита изменилась. И я удивлен, меня наконец-то поселили в гостинице. Это реальная честь. Но я на самом деле чувствую себя частью России. Я ночевал в так многих квартирах. И я спал в комнате, где лежала картошка. И я бывал в ванной. Где нельзя было помыться, потому что ванна была полна грибов. Да, я знаю, какая жизнь здесь. Я помню однажды в Украине. И в то время в Украину я приезжал на машине. И единственная причина, чтобы я могла жить в квартире. И у меня была возможность жить у людей в квартирах только потому, что они сами уезжали на дачу. И я в доме там был, где было много странного. И муж, глава семьи, он заботился обо мне. И, верите мне, я приехал в квартиру, и кровать не была застеленная. Там была одежда разбросана повсюду. И не было еды в доме. И только был чай. И все, что мужик хотел сделать, было брать мою машину, чтобы поехать на дачу. Я был евангелистом. Да, я знаю Россию. Иногда я чувствую, что я знаю ее лучше, чем вы. Я посетил больше населенных пунктов в России, чем вы. Я посетил свыше 200 городков, городов и деревень. И очень многие из них возле Читы. Но я люблю Россию. И я люблю русский народ. Я хочу рассказать вам замечательную историю из Библии. И я буду читать из Евангелия Матфея, из 9 главы. И я прочту несколько стихов, начиная с первого. Иисус, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус верую, сказал, расслабленным, дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои. И, видя, некоторые из книжников сказали сами себе, он богохульствует. Иисус, в виде помышлений, сказал, для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать? Прощаются тебе грехи, или сказать, встань и ходи. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному, встань, возьми постель твой и иди в дом твой. И он встал, взял постель свой и пошел в дом свой. Я общался с пастором Андреем перед служением. И он прокомментировал интересную вещь. Причина, почему большинство людей приходят к Иисусу, в том, что у них были проблемы в жизни. Болезнь ли? Или как наш друг здесь свидетельствовал? Из-за наркомании? Из-за проблем в жизни? Единственный ответ в Иисусе Христе. У политиков нет ответов на кризисы мира. Я работаю в Израиле. И мне нужно будет поехать в Израиль в начале июня. И Израиль в очень сложной ситуации. Из-за войны в Сирии. Из-за гражданской войны. Люди восстали против правительства. Но мы доходим до такой точки, что мы не знаем, какая страна права. Они все убивают людей. Повстанцы или правительственные силы. Они убивают людей. И там нет мира. И ты задаешь вопрос, а кто же прав? И в смысле политики. Я думаю, что вы в России правы. И вас понятнее позиции, чем наша. Вы видите проблему с такой точки зрения, какой невидим ее мы. Я думаю, что моя собственная страна Британия и Америка не правы. Но ответов нет. Единственный ответ есть в Иисусе Христе. И если бы мы только поняли, У Него есть решение всех проблем. И если читать Новый Завет, то мы увидим, что делает Иисус. Сын Божий. Что Он делал? Он не говорил о политике. Но Он говорил о Царстве Божьем. Царстве Божьем на земле. Царстве, где нет болезней. Где люди не убивают друг друга. Где нет нищеты. И Библия говорит, что наступает такой день, когда Иисус Христос вернется. Иисус, который был на земле две тысячи лет тому назад, Он вернется за тобой и за мной. Чтобы освободить нас. Чтобы дать нам свободу. И привести нас в Своё Царство. И что сделал Иисус, когда Он был на земле, Это Он показывал Свою силу. В той истории, которую мы прочли, Почему Он это сделал? Почему Он исцелил этого больного? Для того, чтобы показать, что Он Сын Божий. Что у Него есть власть на земле. И я здесь говорю не о религии. Религия не меняет людей. Я говорю о Личности Иисуса Христа. О Сыне Бога Живого. Он имеет власть изменять жизни. У Него есть ответ для наркомана. У Него есть власть, чтобы исцелить от рассеянного склероза. У Него есть власть, чтобы исцелить от рака. Когда я был здесь 10, 20 лет тому назад, Я рассказывал вам, что я получил исцеление от рака. У меня был рак горла. Больше 50 лет тому назад. Бог исцелил меня тогда. Без всякой операции. И это интересно, что после того, как я был здесь последний раз, 10 лет тому назад, 2 года спустя, У меня вновь обнаружили рак. Рак легкого. Что произошло? Я поехал в больницу. Мне сказали, у тебя рак легкого. Мне хотели провести химиотерапию. Мне хотели вырезать легкое. Но я сказал, я верю в чудеса. Я верю в Бога чудес. Я верю в Бога силы. Бог исцелил меня. Без всякой операции. Без лечения. Я не получал химиотерапию. Я хочу молиться за вас. Если ты хочешь, чтобы я молился за тебя. И если ты хочешь знать этого Иисуса, то я попрошу тебя, пожалуйста, встань. Если ты хочешь, чтобы я помолился за тебя. На балконе. Или здесь. Я попрошу тебя встать. Если ты хочешь знать Иисуса, не бойся. Встань. Замечательно. Если ты хочешь, чтобы Он простил твою больницу, если ты хочешь найти Его сегодня, пожалуйста, выйди сюда вперед для молитвы. Я попрошу вас сейчас произнести вслух громко слова этой молитвы вместе со мной. И пожалуйста, произнести слова этой молитвы громко, чтобы я мог вас слышать. О, Боже! Мне нужен Иисус. Прости мои грехи. Сегодня я хочу найти тебя. Иисус, Сын Божий. Войди в мою жизнь. Войди в мой дом. Измени мою жизнь. Разрушь проклятие и силу дьявола. Я исповедую мои грехи. О, Боже, прости меня. Иисус, забери мой грех. Дай мне веру, чтобы доверять Тебе. Я отдаю тебе мою жизнь. Я отдаю тебе мой дом. Я отдаю тебе мою семью. Я хочу, чтобы ты явил Себя мне. И я буду доверять Тебе. И жить для Тебя. Все дни жизни моей. Аминь. Аминь. У меня было искривление шейных позвонков. I had a curved neck. И что произошло? У вас была боль из-за этого? У меня были ощущения, где плечи, где шеи. Мне сложно было. Ну, как бы мешало постоянно. Вот. Крутило. Yes. It was difficult for me, because I had the pain in my neck and my shoulder. И сейчас боль шла. И как давно это было у вас? С детства. Since my childhood I've had that. И сейчас вся боль прошла, весь этот дискомфорт прошел. Да. Это Бог коснулся вас сегодня. Иисус вас исцелил. Да. Слава Богу. Слава Богу. God bless you. Слава Богу. Мы очень рады. Пусть Бог бог сойдет. У меня колени очень болят. A lot of pain in your knees. А из-за чего? Отложение солей. Salt deposit. Отложение солей. Как давно это у вас? Да, 20 лет уже. For 20 years I've had that problem. И что сейчас произошло? А сейчас вроде как не хрустят вроде. Now I feel there is no... Come on. Вы можете себя проверить? Боли нет? Вы чувствуете, что Иисус прикоснулся к вам и у вас... Очень хорошо. Yes, I feel very good. 20 years she had this pain. The pain is gone. She came with the sticks. She's healed. Praise God. Я хожу с палочкой. Сейчас вот бегши намного... And now I feel much better. Ну не совсем... Ну хочу, чтобы я бегала. И хочу служить Богу так, как вы. Да, проверьте себя, пожалуйста, можете пробежаться. Слава Богу, Бог любит вас. Спасибо, by the way, for watching the program. I'm a sailor. And I'm in front of the sea, the Mediterranean. I'm in Israel. What a place to talk about faith. Because Jesus was a man of faith. He taught faith. He lived faith. And I want to share some of this with you. And so, in this book, it will teach you how to make your faith work. I'll send it to you free. Just send a gift, however small, write to me, and the book is yours, and it will make your faith work. This is Prophetic Vision. It's the most powerful prophetic magazine in Europe today. It's read by almost half a million people in 132 countries around the world. Send for it free, and let God show you the path to revival in your life, in your nation. The important thing is this, that we're able to bring you news of revival and of the power of God from right around the world in so many different countries. And also, while on the television broadcast, you only see just a short edited program of my message, on this program, you're able to see and hear the whole of the message. So, I want to encourage you to watch this program. The End The End Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok